Я очень часто от них слышу такую фразу, что мы чувствуем, что наша работа не нужна. Как на фоне больших компаний, таких как Яндекс, Сбербанк или каких-то других, пытаться привлекать таланты, вы можете сказать, что именно в вашей компании идеальное удаленное рабочее место. Но мне нравится эта идея, я, считайте, купил. Давайте после программы поговорим. Подписывайтесь на канал 1СБитрикс. Мы продолжаем программу «Битрикс24 спрашивает». Можно даже сказать, что «Битрикс24» продолжает спрашивать. И сегодня у нас в гостях Владимир из Санкт-Петербурга, который расскажет нам о том, какие проблемы у него в бизнесе, как обычно, с какими задачами ему приходится сталкиваться. А мы постараемся ему помочь. Владимир, пожалуйста, расскажите о себе, о своих задачах, о своих ситуациях. Здравствуйте, я Владимир Севрук, директор и основатель компании «Информатика и сервис». Уже 4 года подряд мы являемся лидером продаж облачного и коробочного «Битрикс24» и занимаем верхнюю строчку партнерского рейтинга. Этого результата мы достигли с помощью разработки собственных программных продуктов приложений для «Битрикс24». В ближайшие несколько лет нам предстоит стать продуктовой IT-компанией и начать зарабатывать прибыль не только на российском, но и на международном рынках. Именно об этом я сегодня приехал поговорить с Игорем Маном. Главный вопрос, который стоит сейчас перед моей компанией на ближайшие 5 лет, это как перейти от продаж «Битрикс24» к производству и продажам собственных программных продуктов, которые непосредственно связаны с «Битрикс24», но тем не менее мы хотим научиться зарабатывать деньги, в первую очередь продавая их, а не услуги, связанные с «Битрикс24». И это так или иначе очень важно для нас, как перестроить маркетинг, пока нет понимания, куда двигаться, в каком направлении. В вопросе, который я услышал от Владимира, сразу же есть три темы поговорить. Первое, давайте напомним всем, что все-таки не маркетинг, а маркетинг. Как говорил мой учитель, маркетинг — это плохой маркетинг. Второе, похвалим Владимира за то, что у него есть некая стратегическая видня. Все-таки редко какая компания думает в периоде «Горизонтов» 5 лет. Это прям вот очень хороший подход. Правда, у нас страна такая, ситуация такая, что лучше, конечно, думать короткими периодами, но вот ваше желание думать вот так вот далеко вперед, я думаю, что любого партнера, любого клиента и любого сотрудника прям подбодрит, потому что когда человек мыслит в 5-летней перспективе, значит, у него есть стратегическое видение, в принципе, значит, он стратег, что очень-очень хорошо. И третье, очень хороший вопрос. Действительно, как от компании сервисной перейти к компании продуктовой, вообще в бизнесе люди стараются обычно от продуктов пойти к сервису, но понимая специфику B324, я понимаю ваш вопрос, как начать расширять ассортимент тех услуг, которые у вас сейчас есть, продуктами, которые вы будете разрабатывать сами. Естественно, это потребует другого маркетинга и вообще, наверное, другой модели продаж. Я думаю, что вам нужно будет либо переучивать тех людей, которые у вас сейчас занимаются маркетингом, либо самому осваивать эту компетенцию нового, не сервисного, а продуктового маркетинга. Но по факту, наверное, маркетинг универсальная штука, и не важно, что вы продаете. Вы можете продавать страховые услуги, банковские услуги, вы можете продавать даже ритуальные услуги, и маркетинг везде остается то же самое. Нужно понимать своего клиента и дать ему тот продукт, который ему нужен по той цене, которая его устроит через те каналы продаж, которые ему будут максимально подходить. Поэтому можно я разверну вопрос и задам вам вопрос встречный. Пример продукта можете привести? Что это за продукт? Если это, конечно, не секрет, но что ты понимаешь, что рассказывать в телевизионной программе про продукт, это практически, ну, не знаю, там, то, что называется, без кожи. То есть, фактически, я прошу вас рассказать про свою идею. Может быть, она гениальна, и, может быть, мы тогда просто обойдемся вашим вежливым «не могу», я тогда скажу вам вежливо, и я тогда не могу дать вам конкретный совет. Или есть? Никаких секретов нет. Отлично, рассказывайте. Мы и так уже за последние 4 года сделали несколько приложений для Bittrex24. Пример можно какой-нибудь? Да, ну, например, у нас есть приложение, которое называется Manager Bot Martin. Суть этого приложения в том, что он заменяет некого менеджера среднего звена, следит за тем, как сотрудники выполняют задачи, выполняют ли они их в срок, делают ли они по ним комментарии, выполняют ли действия необходимые, там, контролирует чек-лист. Он смотрит внутри программы за действиями сотрудников и отправляет уведомления. На текущий момент внутри этого программного продукта нет никакого сложного искусственного интеллекта, все достаточно просто, но, тем не менее, потенциал роста этого приложения в собственный программный продукт очень большой, да, можно работать. Я уже хочу этот продукт. Как он еще раз называется? Менеджер-бот Мартин. Бот-Мартин? Да, менеджер-бот, то есть не просто Бот, а менеджер. Менеджер-бот Мартин, а зовут его Мартин. Да. А почему Мартин? Просто так придумывается все. Ну, просто Мартин такое как-то, мне кажется, очень ласковое имя, я бы пожестче его назвал, но типа Франк. Он, кстати, на вас похож, на вас похож. Там у нас есть иконка, значит, и там на иконке... Я тоже не жесткий. Но мне нравится эта идея, я, считай, ее купил. Давайте после программы поговорим. Он же ставится на битрикс24? Да. Отлично, я уже готов. Прям вот сколько он стоит? Сейчас он нисколько не стоит. Ну, тем более я готов. А почему не продаете? Ну, это наша бизнес-модель. Последние 4 года мы выпускаем бесплатные приложения и таким образом привлекаем клиентов для продажи самого битрикс24. А теперь мы хотим научиться еще и собственные продукты продавать. Отлично. Вот вопрос тогда, наверное, заключается, Владимир, в том, как, предположим, продавать Мартина. Правильно? Как за это брать деньги? Да. Ну, я бы на вашем месте, я уже говорил про это другим партнерам, но инструментарий маркетинга B2B, он достаточно ограничен. Я бы на вашем месте сделал бы фантастическое выступление. Представьте такие слайды, в которых можно вписать и вот запись с экрана, и как этот Мартин говорит. Он говорит или он только пишет? Он пока только пишет в чат. Он пишет в чат, вот какие от него приходят, не знаю, там, напоминания, распоряжения, указания, как на это реагируют сотрудники. Я думаю, что это имел бы очень большой виральный эффект такой ресурс. То есть у нас, к сожалению, слайдшер заблокирован в России, но можно поискать, ну, в ютюбе, предположим, его можно выложить. И по факту вот любое выступление, оно реально бы оживило, потому что по факту вы выступали бы вместе. Вы даже можете записывать, выступают Владимир и Мартин. И, соответственно, это еще интрига. Очень важно вот в этом насыщенном мире первое, что делать, привлекать внимание. Потом первое, я бы рекомендовал вам сделать презентацию, с ней выступать. Второе, я надеюсь, вы это сделали, написать какую-нибудь статью. Еще нет. Ну, сделать обязательно статью, потому что на самом деле, вот недавно я консультировал одного руководителя по вопросам маркетинга, но мы с ним, вот он руководитель компании, крупные тысячи человек у него работают. Он говорит, я вот могу многие вещи делать, но вот я не могу людей, которые у меня ближний круг, ругать, увольнять и так далее. Я ему говорю, слушайте, ну, ведите там зам по наказаниям. То есть вы будете зам по добру, а он будет зам по злу, такой капитан зло. И он говорит, прикольно, а представьте, если бы Мартин все это делал, я думаю, что... Это одна из идей, которая была заложена в продукт, сделать виртуального менеджера, который бы увольнял людей. Да, ну вот увольнять нужно вживую. Вот я бы здесь поспорил, у меня даже есть такое правило, если этот человек нанимал, тебе его увольнять. Вот как только начнет ваш Мартин нанимать людей, тогда он будет иметь право увольнять. Вот все-таки основная задача Мартина – это поднять личную эффективность каждого сотрудника. Я буквально на днях буду выступать перед одной компанией с корпоративным тренингом «Максимальная эффективность белого воротничка». И у белого воротничка есть несколько градаций. Есть золотой воротничок. Белый воротничок мы с вами знаем, мы с вами белые воротнички. Это люди, которые работают в компаниях и занимаются умственным трудом. Золотой воротничок – это человек, который занимается в компании умственным трудом, но высокооплачиваемый. Это человек, который востребован, высокооплачиваемый, у него боязнь, ну, как бы риск потерять работу минимальный. есть еще бледный воротничок, я думаю, что вы не знаете, я думаю, даже никто из наших слушателей не знает, что такое бледный воротничок. Бледный воротничок – это человек, который потерял белый воротничок, который потерял работу, он стал таким бледным. И вот Мартин должен помогать людям не потерять работу, он должен как раз их контролировать, подбадривать, напоминать про то, что, предположим, работать нужно, вы знаете, такое приложение Pomodoro? Ну, я слышал прекрасно про эту методику. Вот очень многие работники умственного труда, на самом деле, работают очень плохо. Если бы они, предположим, ну, вот если бы у меня в программе сидел Мартин, который мне говорил, Игорь, а теперь 25 минут работаем, и я работаю, предположим, над презентацией, или над слайдами, или над книгой, а потом он говорит, Игорь, 25 минут прошло, 5 минут прерыв, можешь сходить там, не знаю, попить кофе, поболтать с коллегами, или сбегать в туалет, и возвращаясь через 4 минуты 50 секунд, продолжаем работу. Вот эта вот интервальная работа 25, 5, 25, 10, 25, 5. Вот если бы все люди работали так, ну, если бы действительно это было возможно, у нас было бы, ну, не было бы бедных воротничков, потому что если человек выполняет свою работу, то есть ему нужно сделать отчет о новостях, ему нужно сделать презентацию, он ее подготовил, было бы просто великолепно. Поэтому позиционируйте Мартина как программу, как прогу, которая позволяет поднять эффективность работы сотрудников, работающих в компании, менеджеров, управленцев, администраторов. И мне кажется, что любой человек будет готов поднять, ну, я бы даже сам себе купил себе, я был менеджером. То есть, грубо говоря, если ты используешь Мартина, ты золотой воротничок, если не используешь Мартина, ты бледный воротничок, вот сам выбирай. А по факту мы понимаем, что конкуренция будет только усиливаться, требования к выработке сотрудника каждого будут только усиливаться, и вот тут ваш Мартин как раз и подоспеет. И еще раз напомню, значит, слайды выступления с Мартиным вместе. Мартин, правильно? Да. Второе – это статья. И третье – я думаю, что вам нужно завести в Инстаграме или в Фейсбуке лучше, Инстаграме для Мартина. Да, все верно. В котором он бы отдавал какие-то советы. Ну, то есть, если мы говорим, Мартин – это производительность, или Мартин – это личная эффективность, соответственно, он дает такие советы, дает такие рекомендации, и люди, конечно, с удовольствием. У меня есть книжка, называется «Бизнес Хак на каждый день». И вот по факту вы должны набрать вот таких бизнес-хаков, ну, предположим, там, нас 200 с небольшим рабочих дней, соответственно, вам нужно вот на год набрать 200 таких вот советов полезных, которые отсюда будут Мартину прилетать. А я делаю вот это, я делаю вот это, а я делаю вот это. Ну, опять же, можно просто собирать с указанием авторства от разных людей, людей, которые двигают тему личной эффективности, у нас очень много. Единственное, что, конечно, они в Мартине будут видеть конкурента. Сегодня он дает советы менеджерам, а завтра он сам книгу напишет, и книга будет классная. В общем, печально я смотрю в будущее, но хорошая новость, наступает оно не сразу, постепенно. Мы переименуем Мартина в Игоря. Это меня пугает еще больше. Но спасибо, спасибо, спасибо. Следующий вопрос, который меня интересует. Тем не менее, мы продолжаем оставаться сервисной IT-компании. Значит, в последние два года у нас очень сильно развивается направление внедрения BITREX24, но при этом не сложилась никакой конкретной отраслевой экспертизы. Группа внедрения, мы целенаправленно уходим от слова консалтинг, мы не занимаемся каким-то типовым внедрением, консалтингом, повышением продаж. Главная фишка нашей группы внедрения – это проектирование и разработка каких-то узкоспециализированных решений для наших клиентов. Доработка коробочного BITREX24, разработка спецприложений под облако. И в итоге среди наших клиентов может быть кто угодно. У нас есть крупный сетевой ритейлер джинсовой одежды, у нас есть крупный сетевой ритейлер электроники, а также у нас есть компании из газо-нефтяной отрасли, там различные финансовые компании. И мы, каждой из этих компаний, делаем что-то специальное. И не сложилось никакой специальной экспертизы. Вопрос – как нам развивать вот эту историю, как отстраиваться от конкурентов, не имея никакой отраслевой экспертизы? В одном из выпусков я тоже советовал одну из своих книг, она называется «Почему вы?». Это очень важный вопрос, на который должен отвечать любой партнер BITREX24, сталкиваясь с потенциальным клиентом. Потому что клиент, выбирая между партнеров, он смотрит на определенные вещи, он смотрит на вас, и вы мне нравитесь, я выбираю вас, никто не отменял принципы внешней привлекательности. Он смотрит на ваш сайт, он должен нравиться, он смотрит на ваше коммерческое предложение, оно должно нравиться. Но везде и в вас, и в вашем коммерческом предложении, и в вашем сайте, и в ваших социальных сетях, и в вашем рекламном буклете, и в отзывах ваших клиентов вот должен сквозным такой красной нитью идти ответ на вопрос «Почему вы?». И обычно любая компания старается специализироваться. Но это здорово, когда я выхожу на рынок недвижимости и говорю «Я специализируюсь на рынке недвижимости, я прекрасно понимаю, с какими этапами, с какими проблемами, с какими задачами вы сталкиваетесь, предположим, на этапе строительства или на этапе, не знаю, там, ввода дома в жилье, или на этапе, когда начинает работать ваша управляющая компания, и я как бы вот все швы там разошью, все нюансы учту. Ну, но вот эта вот универсальность, она, конечно, имеет, ну, как любая, любой меч, хорошие и острые, и тупые стороны. Тупая вы будете проигрывать узкоспециализированным компаниям всегда. То есть выбирая между двух компаний, я думаю, что большинство людей будет склоняться в сторону узкоспециализированной компании. Мы предложим, в соседней студии снимают программу, и там операторы говорят, мы можем снимать все, что угодно, а в другой студии говорят, мы снимаем только детей, мы с детьми специализируемся, мы знаем, как вызвать улыбки у них и так далее, как сделать так, чтобы они там, не знаю, там были замены звездами. Вот вы, наверное, как родители пойдете во вторую студию, потому что там говорят, что мы умеем работать с детьми. Но может быть, конечно, вы пойдете против потока, выберите первую универсальную студию. Но вот я думаю, какие могут быть плюсы универсальности? Вы можете давить на то, что давил я, когда я работаю консультантом. Я тоже, у меня есть определенная специализация, но сегодня я работаю с недвижимостью, а завтра я работаю с компанией, которая занимается транспортно-блогистическими услугами, а после этого я работаю с фармкомпанией, после этого я работаю с компанией, которая занимается эко-шубами. И когда у людей резонный вопрос, вы же никогда, ну, то есть вы мужчина, вы даже эко-шубу не носите. Знаете, как я отвечаю? Я думаю, что вам нужно это забрать, Владимир. Я говорю, прекрасно, но имея опыт работы с, там, не знаю, 27 отраслями, посчитайте их, чтобы это было точно. Я могу принести лучшие практики из этих отраслей к вам. Ну, то есть вы делаете нечто большее. То есть помимо того, что вы обещаете, что вы сделаете все, что нужно вашему клиенту с Bittrex24, вы ему говорите, что я принесу, привезу, там, притащу какие-то лучшие практики из других отраслей. И вы импровизируете, ну, предположим, вы работаете с компанией, которая работает в ритейле. И потом вы работаете с компанией, которая работает, ну, предположим, банком. И банк скажет, ну, слушайте, ну, там, чем у нас можете удивить, там, нам нужен интегратор, который завязан на банковские услуги, финансовые услуги, а вы там работали с ритейлом. чем вы можете сказать выскочь слушать вот найти удивительная научился не к тому что когда ритейл работает они используют принцип там пить и ну как быть и конечные звезды они работают над тем чтобы увеличить входящий поток они работают над чем как увеличить конверсию зашел купил они работают над тем как увеличить средний чек не работа над тем fui же повторные покупки и как сделать клиентов фанаты и вот мы очень много проработали с ними на тем как сделать клиента фанатов вам интересно сделать ваших пользователей банковских услуг фанатами все я думаю что после этого заказчик скажет владимир конечно интересно вот здесь вы будете приносить идеи из других отраслей и делиться щедро ими с заказчиками универсальность будет работать на вас никаких других плюсов честно говоря не вижу и когда вы будете говорить про то что вы можете решать любые проблемы что у вас были проблемой сельским хозяйством и с ритейлом и так далее вот это слово проблема она будет напрягать любого клиента люди не хотят проблему не хотят чтобы вы сделали то что нужно учитывая их отраслевую специфику кстати из этого наверно вытекает еще один хороший совет может сказать мы 27 раз делали проекты учитывая региональную отраслевую специфику никогда не было претензий мы это сделаем 28 раз но вот тут очень хорошо использовать цифру отлично ну мы можем занять слова проблемы словами задачи да вы очень хорошо сказали про лучшие практики дело в том что мы как раз таки применяем этот термин активно и по этому поводу следующий вопрос мои сотрудники практически каждый день сталкиваются ситуации те сотрудники которые занимаются внедрением гидрикс24 сталкиваются с ситуацией когда со стороны клиента те люди которые участвуют во внедрении продукта они скажем так не выполняют свою роль достаточно качественно и ответственно в итоге это очень демотивирует моих сотрудников и я очень часто от них слышу такую фразу что мы чувствуем что наша работа не нужна и я в этот момент пытаюсь их как-то так сказать вдохновлять говорить им о том что мы на самом деле делаем свою работу очень качественно мы пытаемся лучшие практики передать нашим клиентам это что у нас не происходит там с ними какого-то правильного контакта часто проблемы не в носа в самих клиентах но может быть я как бы это неправильно делаю может быть как-то надо по-другому вдохновлять своих людей подскажите ну спасибо что признались я думаю что очень многих партнеров такая проблема возникает вы правильно делаете что успокоить своих сотрудников но вам нужно работать не только сотрудниками вам нужно работать и с клиентами для того чтобы меньше успокаивать своих сотрудников и вдохновлять не сотрудников вдохновлять предложим клиентов попробуйте сделать ну как идея предположим манифест правильно работая с вашей компанией то есть вы говорите что максимальный эффект мы можем получить от внедрения 80 процентов 100 процентов и 120 процентов результат но вы понимаете чем я говорю и вы говорите что 80 или меньше мы получим тогда когда мы будем работать хорошо а мы будем работать хорошо а вы будете работать плохо 100 мы получим тогда когда мы будем работать отлично а вы будете работать но неплохо и 120 мы можем получить когда мы будем работать отлично мы все работаем отлично и вы будете работать отлично и что такое работать отлично и вы начинаете перечислять то что раздражает ваших сотрудников приложим вы не отвечаете оперативно на запросы моей команды Вы переносите сроки очередных встреч онлайн-офлайн Мы делаем запросы, вы на эти запросы не представляете нужную информацию Если вы вот эти все боли и стрессы перечислите Объясните вашему клиенту до начала работы Вы, а, покажете свой профессионализм То есть вы хотите максимального результата И, б, сделайте очень приятно вашим сотрудникам Которые с такими болями будут встречаться реже или практически никогда Очень интересно, спасибо И из этой же темы вытекает мой следующий вопрос И он также связан с тем, что мы хотим перерастись сервисной компании в продуктовую Сейчас мы малая IT-компания Нам очень сложно конкурировать с крупными частными или государственными компаниями Как Яндекс, Гугл, Сбербанк Технологий Как нам привлекать перспективных разработчиков, перспективных продавцов, менеджеров, проектов Как выстраивать HR-маркетинг Спасибо Именно в нашей ситуации Это настолько сложный вопрос Я сейчас специально буду тянуть время И попытаюсь сначала рассказать вам про то, что такое HR-маркетинг Тот термин, который Владимир сейчас озвучил Мы знаем, что маркетинг – это привлечение клиентов Работа с клиентами, удержание клиентов и возвращение клиентов После того, когда этот термин успешно был применен В отношении клиентов и бизнес-партнеров Человечество придумало HR-маркетинг HR-маркетинг – это тогда, когда мы пытаемся привлечь сотрудников Максимально вовлечь их в работу Удерживать их И если они от нас будут уходить, попытаться их вернуть Или даже если они ушли Создать некое комьюнити Аламник клуб В котором они будут поддерживать с нами отношения Потому что в одной из компаний Которая у меня есть У нас есть несколько чатов Их там несколько десятков чатов На три основных Рабочий Потом МЧП Мальчеребных партнеры РЖУ И ЗОЖ-МЧП И когда от нас уходит сотрудник Мы его вычеркиваем из рабочих вопросов Убираем Но он остается в ЗОЖ И в РЖУ Но человек сам уже решает Оставаться в этих группах или нет Но таким образом Мы просто все равно Поддерживаем контакт С нашим бывшим сотрудником Напоминаем его о себе А кто его знает Мир Тесен прозлойка узкая Может быть он нас порекомендует К какому-то клиенту Либо снова вернется к нам Итак возвращаемся к вопросу Про HR маркетинг Как на фоне больших компаний Таких как Яндекс Сбербанк Или каких-то других Пытаться привлекать таланты И вопросы именно про привлечение Я думаю что решением Может быть ровно то же самое Что делает любая компания Пытаясь привлечь клиентов То есть мы привлекаем клиентов За счет правильных обещаний Это уникальное торговое предложение И правильного бренда То есть мы говорим Что мы лучше чем другие За счет яркой картинки Логотипа Классных слов Подстрочник Или слоган Вот Я думаю что нужно работать вам Это конечно такая работа На которую как правило У руководителя не хватает время И все это делается По остаточному принципу И было бы здорово Чтобы у вас появился Адекватный HR директор Который бы вам вот эти вещи рассказывал Напоминал и требовал от вас Мы предложим В одном из бизнесов Наш чарт менеджер С регулярной частотой Просят нас Меняемого партнера Ивана Записать видеообращение По поиску менеджера По маркетингу И это очень круто Когда собственники Записывают обращение К рынку кандидатов И расскажут почему Круто работать в компании Мы не пытаемся обманывать Мы говорим что у нас сложно Что у нас очень большой отбор У нас достаточно длительный испытательный срок Но мы рассказываем в том числе И про плюшки Которые получает человек Который приходит к нам работать Но перед тем как рассказывать Про эти плюшки Эти плюшки нужно создать Поэтому попробуйте Сесть и написать документ Есть причин Почему клиенты должны прийти Работать именно к вам Я думаю Владимир Вы остановитесь Денете на третьей причине Ну да Вы можете сказать Что предположим Ты можешь переехать С предположим Какого-то города Санкт-Петербург Или ты можешь Работать удаленно Ну то есть Опять же Я думаю Что вот на третьем пятом пункте Вы остановитесь Или у вас есть такой документ Вы пытаетесь меня перебить Такого документа еще нет Но у нас 52% компании Работают Куда рядом в России Я просто сказал Что я Я поэтому Я видел ваш Поднимый палец Поэтому я сказал Что ты можешь работать удаленно Кстати Попробуйте Опять же Сейчас я скажу Что это может быть Фантазия Но помните Мы импровизируем И часто Я какие-то вещи придумываю Которые сам никогда не придумывал Предположим Вы можете сказать Что именно в вашей компании Идеальное удаленное рабочее место Вот Можете представить Что такое идеальное Рабочее удаленное место Да Прекрасно Мы нашим сотрудникам Да Я больше чем уверен Что я сейчас Про Яндексу Или загуглю Этот термин Маловероятно Что где-то кто-то Сформулировал Принципы этого места И по факту Если попытаться Действительно Его прописать А потом реализовать У вас будет Ну такая Знаете Замануха То есть пока Вы просто Затащили человека К себе На испытательный срок И он присматривается К вам Вы присматриваетесь К нему И вопрос Останется он у вас Или нет А здесь уже Проще Потому что Здесь Можно использовать Технологию ЕНПС Знаете же Наверное Показатель Нет промоутер Скор ЕНПС Это когда Вопросы Которые мы обычно Задаем клиентам Разворачиваются В сторону сотрудников Предположим Я руководитель Вы мой подчиненный Я говорю Владимир Скажите пожалуйста По шкале От 0 до 10 Насколько вы будете Рекомендовать На нашу компанию Для работы В ней Вашим приятелям Друзьям А тем людям С которыми Вы учились В институте Человек 5 Я говорю Ну хорошо Владимир Почему такая оценка Вы говорите Вот вы мне обещали Идеальное рабочее место Оно фиговенькое Вы обещали мне Там белую зарплату Она там не знаю Там белая На 95 процентов Вы обещали мне И дальше человек Начинает что-то вам Рассказывать И третий вопрос Что мы можем сделать Что при свящем вопросе Вы нам поставили 10 Человек говорит Ну вот это Вот это Вот это Сделать в первую очередь Я тогда изменю Свою точку зрения И конечно ЕНПС Employee Net Promoter Скор Показатель Показывает И руководителю Как меняется динамика Лояльности сотрудников По отношению к компании И самое главное Он позволяет понять Зону роста То есть в каких направлениях Нужно работать Чтобы лояльность сотрудников Всегда была На высочайшем уровне И Я думаю Что еще один способ Ну он такой Я голос понижаю Чтобы никто не слышал Кроме вас Он немножко Такой Я бы сказал Что запрещенный Попробуй сделать список В котором будут Плюсы и минусы Работы в большой Маленькой компании Ну я работал В больших компаниях Я работал В очень больших компаниях Я даже Можно сказать Работал В компаниях Которые Можно было Назвать гигантскими Но Я прекрасно понимаю Что при всем Потому что Ты говоришь Я работал В Волкотель Вовая Или Люсен Технологис Это здорово Что ты работаешь В такой крупной компании Но там столько Недостатков Присущих Большим компании Но даже Если я скажу Что Это политика Или корпоративные войны Которым Очень многим Людям она уже Вот здесь Это будет Как раз Такие козри С которых Вы можете Заходить Вот просто Пока В маленькой компании Используйте Преимущество Вот это Преимущество Маленькой компании Просто Раскладывайте их В работе С кандидатом Я знаю Даже Часто В моей компании Приходят люди С потерей Большой Очень зарплаты Но они говорят Что я хожу на работу Ну вот Из-под палки Мне не нравится Там работа Мне не нравится Ни корпоративный дух Ни корпоративная культура Ни мой начальник Давайте я еще раз повторю Что есть 4 демотиватора Ну и соответственно 4 мотиватора Которые есть у любой компании Это руководитель Мы должны быть Классным руководителем Это рабочее место Мы уже говорили про то Что его нужно сделать хорошим Неважно виртуальное Или физически Там не знаю Физическое рабочее место Третье Это Характер работы Понятно что у программиста Характер работы Ну не сахар Но Просто Если люди думают Что здорово быть Смотрительным маяка Или пилотом Там есть Свои стрессы И свои минусы И последнее Это коллеги То есть если вы просто Посмотреть на 4 демотиватора И с ними поработать Вы приблизитесь к тому Что у вас не будет Демотиваторов И тогда вам нужно будет По минимуму Подключать мотивацию Мы прекрасно поговорили С Владимиром Большое спасибо ему За такие замечательные вопросы Я надеюсь Что вы внимательно следили За ходом его мыслей Еще раз Сделаю Владимиру комплимент Редко Которые думают про то Чтобы изменить Свою компанию Причем еще в долгосрочной Перспективе И еще при этом Выйти на международные рынки Я надеюсь Что у Владимира получится Должно получиться И у вас Самое главное Нужно смотреть Битрикс24 И что-нибудь делать Оставайтесь с нами Мы отлично Поговорили с Игорем Я задал ему 5 вопросов И получил на эти вопросы Очень проработанные И внимательные ответы У меня уже сейчас В голове сложился План действий Которые я буду Выполнять По итогу нашей встречи Огромное спасибо Игорю Ману За наш разговор Огромное спасибо Битрикс24 За то, что делаете Такой замечательный цикл И пригласили меня На эту встречу Подписывайтесь на канал Один из Битрикс Субтитры подогнал «Симон»